Руководство Донецкой муздрамы впервые пригласило режиссера из Российской Федерации Максима Астафьева для работы над новым спектаклем. С труппой театра он абсолютно не был знаком, потому в процессе работы сумел сам определить возможности артистов, посмотрев на каждого из них, так сказать, свежим взглядом. Я как художественный руководитель сделала такой ход, пригласив режиссера, который абсолютно не знаком с труппой, он знаком был заочно, но мы максимально отослали, конечно, весь материал, насколько это можно сделать, но тем не менее распределение он делал полностью сам. Мне очень важно было, чтобы свежим взглядом вот такой профессионал посмотрел актеров и сам определил их возможности. И вот здесь, мне кажется, будут очень интересные работы, и мы посмотрим на многих, наверное, абсолютно другими глазами на многих наших актеров. Второй звонок должен дать смену существования. То есть, а теперь им понадобится пора... Теперь уже пора было быть. Уже пора было быть. Звонок, подожди, подожди, подожди. Так, что ты, да что ты, что ты. Как будто, как будто, да. То есть, когда звонок, он его... То есть, он не всегда сдерживается, у него тело начинает нервничать. Стоит, дарил второй звонок. Ребята, как будто мы пробежали. Дарил второй звонок, я похолодел от страха. Опоздала. Биллион. Возник интерес в ответ на мое резюме. Я давным-давно высылал свое резюме в этот театр. Ну, в поисках работы. Как бы еще работаю на будущее. И вот через какое-то время написали из вашего театра, из музыкально-драматического театра имени Урвана. Вот спросили, актуально ли еще мое предложение. Я сказал, что да, актуально, и начали переговоры. Переговоры длились недели две. Мы обсуждали сроки, обсуждали материал. И в итоге остановились на этом материале. Новая постановка в театре создавалась по мотивам десяти рассказов русского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе Ивана Бунина. На этот раз у нас Бунин. И вы знаете, наверное, это давняя мечта. Этого автора не было в репертуаре нашего театра. Насколько я могу помнить и знать, не было никогда. Очень подкупает, что это инсценировка и оригинальная. Также мне кажется, что этот спектакль дает возможность раскрыться нашим актерам в несколько, ну, в другом амплуа, что ли, можно так, может быть, смело заявить. Инсценировкой и музыкальным оформлением занимался режиссер спектакля Максим Астафьев. Была такая попытка, когда я писал инсценировку, собрать все-таки в нечто целое. То есть там есть частные истории, есть все-таки какие-то еще и общие сцены, которые про всех героев, ну, и про героев рассказов, и про нас. То есть какие-то такие общие высказывания про жизнь, любовь, судьбу, размышления над этим. Российский режиссер Максим Астафьев определил жанр постановки как сюжеты любви. В премьерном спектакле «Темные аллеи» сценическое пространство разделено на шесть блоков, создавая те самые аллеи, где и происходят события из рассказов. Сам процесс был неутомителен, хотя тема, да, такая, она более лирическая и любовная. Тяжело играть любовь всегда, тяжело проживать эти чувства, как бы это ни было банально, да, мы с ней сталкиваемся и в жизни. А здесь нужно подключать все вообще, что ты знаешь, что ты чувствуешь. Он муж направлял, помогал, рассказывал, много общался, много рассказывал истории жизни. Человек полностью знал, что он хочет. Это тоже немаловажно, когда ты понимаешь, когда ты на одной волне. Волна была настроена абсолютно сразу, поэтому процесс был интересный, и я надеюсь, у нас все получится. Точнее, я уверена в этом. Мы видим Бунина однозначно, но все равно у каждого режиссера есть свой взгляд на материал. Здесь, безусловно, присутствует эта инсценировка, эта идея режиссера, постановщика. Но, тем не менее, здесь мы не наблюдаем того, что периодически бывает, когда мы вообще забываем, кто такой автор, и вообще непонятно, на какую тему ставим. Здесь этого нет, безусловно. Здесь много рассказов, много рассказов, они все между собой как-то переплетаются. И когда мы сочиняли этот спектакль, то понимали, что должен быть какой-то ритм. Здесь есть и музыкальные, и танцевальные номера, достаточно масштабные. И какие-то личные, индивидуальные, такие пронзительные истории, монологи. То есть, ну, как тот, мы так собираемся. В постановке задействован поворотный круг. Также на артистов пошито более 60 костюмов. Еще на сцене впервые загорается 170 фонарей различных форм. Созданием костюмов и сценографией дистанционно занималась российская художница Дина Тарасенко. Она представила нам очень интересное художественное решение. И его воплощение не являлось сложным для исполнения. Но всецелая картинка смотрится очень интересно, непривычно для нас. Вот, это немножко другой совсем уровень. И также единственное новшество, которое по решению ее было внесено в наш спектакль, это то, что было больше количества людей, соответственно, больше костюмов. Но так, в целом, все, что вы видите на сцене, это по ее эскизам и чертежам. Вот мы пошли тоже на такой шаг, чтобы это были не наши художники по костюмам и художники по оформлению. Получилось, не получилось судить зрителям. В любом случае, это что-то новое. Это новый подход, это другой взгляд. Вот это абсолютно, как мне кажется, нетипичная для нашего театра работа. Вот в такой стилистике мы не работали. Это очень тонко. Это где-то мы должны быть, ну вот сравнивая, мы где-то что-то уловим, что-то уловим не с первого взгляда, мне кажется. В целом, вот если говорить о работе, она получилась однозначно атмосферная, очень органичная, очень глубокая. За точностью воссоздания всех деталей в спектакле следил главный художник, заслуженный работник культуры ДНР Руслан Фадиенко. Что интересно, ну то, что такое количество осветительных элементов в спектакле не было у нас еще нигде. Это в частности 170 плафонов и ламп на сцене, которые будут переплетены в интересную художественно-световую картинку, которая подчеркивает эмоциональный подъем и упадок героев в данном спектакле. В спектакле задействована большая часть труппы – артисты, драмы, вокалисты и балет. Сюжеты любви рассказывают как молодые артисты, так и мастера сцены. Интересная работа, интересная роль. Огромная, сложная. Даже в каких-то моментах, наверное, разноплановая. С такой нагрузкой, наверное, впервые встречаюсь, когда надо все пропускать через себя. Сам материал, автор, плюс новый человек. Прекрасный режиссер. Подход нашли сразу, было легко, было интересно. Было много интересных и захватывающих моментов. Мне приятно здесь находиться. Находиться и в Республике, и в Донецке, и в встрече с труппой для меня очень интересно. То есть в театре очень много интересных собеседников. То есть мы общаемся, сочиняем спектакль, что-то обсуждаем. И для меня это очень интересно, какие диалоги возникают. Спектакль о любви. О любовь во всех ее проявлениях. Она такая разная, такая где-то нестабильная, где-то счастливая, где-то несчастная. Поэтому будет все о любви. Она будет прекрасной, а где-то даже страшно прекрасной. Ранее «Темные аллеи» были выпущены Максимом Остафьевым в 2018 году на сцене Алтайского краевого театра драмы имени Шукшина. Вообще очень люблю Бунина, как, наверное, и многие. И когда вот его произведения объединены вот в такое единое целое и таким талантливым человеком, ну это любопытно. Вот меня эта работа подкупила. Я посмотрела фрагменты, этот спектакль уже ставился. Он ставился не так давно, но меня это подкупило. Поэтому мы в кратчайшие сроки приняли решение. Действительно, это очень сложно. Сделать такую масштабную работу. Там порядка 20 актеров у нас задействовано в спектакле. И у всех практически это главные роли. Просто это небольшие фрагменты. Но это очень серьезно. Все очевидно и невероятно, невероятно, невероятно. Все очевидно и невероятно, невероятно.